Канобу.ру представляет Кормить игроков не только обещаниями И вкусными проектами Издатель открыл свой первый ресторан И нет, он не называется Обитель зла Может и нам открыть Канобуфет Где-нибудь на Шарикоподшипниковской Тем временем Агент 47-й медленно превращается В героя романа Произведение появится летом И вы, наконец, сможете посмотреть фильм А потом заявить А книга лучше, надеемся Смотрите в этом выпуске Обитель зла 6 Президент без мозгов Твистед метал Скрежет все ближе Парадокс интерактив Конвеншн Не отнять, не добавить Диабло 3 Последние перестановки Вию Откладывайте на Новый год В один день с выходом прошлых Конобовостей Раскрыла свою тайну Шестая обитель зла Президент США Заболел зомби-вирусом И отменил свой звонок Президенту России В китайском мегаполисе Крис Редфилд Сражается с зомби-коммунистами И террористами В американском городке Леон Кеннеди и Елена Харпер Расследуют убийство Лоры Палмер И еще нескольких тысяч Невинных жителей Но сенсацию вызвала новость О вероятном сетевом режиме На шестерых А то и на восьмерых Живых игроков Если вы столько не наберете Остается только простой Кооператив на двоих Максимальное количество Соучастников Наверняка раскроется Задолго до выхода игры Намеченного на 20 ноября Твистед Метал перевели в России Как скрежет металла Но речь сейчас не о том Глава разработки Любит раскрывать планы В своих видеообращениях Сперва появились новости О демо-версии Затем началось обсуждение Онлайн-пропуска Дэвид Джафе Не очень рад этому Но раз уж издатель настоял То почему бы и нет Теперь игра подходит К самому интересному этапу Твистед Метал Должна выйти 14 февраля И в день всех влюбленных Авторам придется разбираться С патчами И онлайн-пассами Заготовьте им Валентинку Шведский издатель Парадокс Интерактив Успешно провел Свою ежегодную выставку Стратегических и магических игр Да-да Не все могло пойти гладко Так как мероприятие Проходило в замке С привидениями Журналистам продемонстрировали Новый проект Про дварфов Естественно основанный На питье Копании И сравнении бород Более знакомая Вселенная Мэджики Обзавелась новым Приключением Про плохих парней Ну а лейте Дварфам и гномам В дополнение The Other Side of the Coin И третий проект Наполеонс Кэмпэйнс 2 Должен хоть как-то Разбавить это безумие Если это вообще возможно С нетерпением Ждем следующий Парадокс Конвеншн Даже если она пройдет В пыточной Святой Инквизиции Говорят если игра задержится Это быстро забудут Запомнят ее Если результат Понравится всем и вся Как вы уже поняли Речь идет о Дьявола 3 Дело в том Что ее создатели Решили переделать Приличную часть проекта Во-первых Не возникнет ощущения Что вы уже видели Эти окошки Задания И прочее В стадии тестирования Ну и надо же Как-то объяснить Дьявольски долгую разработку Изменениям подвергнется Торговля Навыки Система рун Рацион в столовой Близзард И настройка Внешности персонажа Ждем с нетерпением Производители консолей Следующего поколения Берите пример С восточных коллег Которые разрабатывают ВИЮ Приставку выпустят В продажу В этом году К сожалению Чуть ли не в декабре И уж точно Лишний раз Засветят На всех международных выставках При этом Ничто не мешает Вести работы В условиях Повышенной секретности Вот так И людям показали Товар лицом И тайны держат Под замком В то время как О PlayStation 4 И новом Иксбоксе С неопределенным Названием Ходят только Нелепые слухи Новости мельком А в нашем зеленом уголке DLC Опять прописалась Modern Warfare 3 Что ж Скоро про нее все забудут Так что переживем Создатели игры Выложили расписание Выхода дополнений Сразу на 8 месяцев Впереди Около десятка Свежих карт Новые режимы И задания Намного хитрее Поступили продавцы Фигурок Из Mass Effect 3 К ним положат Ключи от DLC Фантастические приключения Космические цены А жителей Скайрима Приглашают На тестирование Нового патча Северянам Всего-то необходимо Открыть Steam И привязать Учетную запись Близз Кона Близз Кона В этом году Не будет Зато появились Даты проведения Квей-Кона Фестиваль Задумчивости Пройдет Со 2 по 5 августа В Далласе Штат Техас Страна За океаном Тетрис Не теряет форму Оказалось Отечественная Головоломка Стала Самой Продаваемой Игрой В PSN За прошедший год Четвертый Резидент И Мортал Комбат Слегка Завидует Еще один Старичок Counter-Strike 6 Может похвастаться Реинкарнацией На андроиде Натренированные СМСками пальцы Легко примут Нагрузки От сетевых Сражений Постепенно Увеличивается Количество Карт И, что самое Главное Игроков В феврале Покажут А в конце Года Выставят На полке Магазинов Проект Сифон Фильтр 4 От создателей iPads И PlayStation Home Естественно Проект Рассчитан Только для PlayStation 3 Тем временем Авторы Бринг Заявили Что делают Сразу Несколько Чудо-игр Кстати Для Нескольких Платформ Сразу И заодно Признались Что Как следует Поработали Над ошибками Одна Известная Некоторым Компания Объявила О выходе Нового Хита Warriors Orchie 3 Ключевая Дата Появления Нового Товара На полках 30 марта Minecraft Напоминает Вам Лего А теперь Лего Будет Напоминать Майнкрафт Потому что Производитель Этих Игрушек Договорился О линейке Minecraft Набора А что Выберет Наш Зритель Давненько Мы не Говорили О футболе Тем более Уличном FIFA Стрит Если Погода Будет Хорошая Выйдет 13 марта Ну а пока Не забывайте О тренировках И куда же Без звездных Войн В Старой Республике Будет еще Множество Изменений Если верить Разработчикам Ну хотя бы Возможность Настроить Окошки И плашки В следующем Патче И то Хорошо Во что Поиграть На этой Неделе Круглый Стол Пуст Вышел Король Артур 2 Гильдия Убийц Отправляет Вас На тренировку В эссей Синскрит Откровения Миде Терениан Тревелер Диелси С таким Названием Недолго И заплутать Смотрите Скоро На Конобу Развивайтесь Вместе С играми Не пропустите Вторую Часть Эволюции Жанра Платформеры Поклонников Темной Стороны Ждет Интервью Дагсайдерс 2 И Сказ о мече Который Давно Пора Зарыть В хамовниках Рецензия На Soul Calibur 5 Ну вот и все Полезное Что выловили Наши сети Из бездонного Океана Новостей Но в ближайшем Будущем Вас ждет еще Много приятного Например Демо-версия Binary Domain 1 февраля Выходные 4 февраля И наш Следующий Выпуск По расписанию До скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин